День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Такое заявление и призыв наделал много шума. В Фейсбуке, ну, обратились, по крайней мере, опубликовали в Фейсбуке открытое письмо к президенту, ну, с призывом потребовать отставки правительства. Ну, мы знаем, что по конституции таких полномочий у президента нет. Он может, наверное, разве что инициировать распуск парламента. Почему вы все-таки вышли с такой инициативой и почему, на ваш взгляд, президент должен был как-то повлиять на эту ситуацию? Потому что на данный момент это очень ясно, что на данный момент правительство рабочее неспособное. И это на это означает не только то, что очень многие люди болеют с ковидом, очень много людей. Я думаю, что на данный момент первый раз в латвийской истории очень плохо. Но все-таки мы можем даже посчитать, сколько людей умерли из-за работы правительства, из-за плохой работы правительства. И, конечно, я очень слежу о том, как работает правительство. И я вижу то, что уже некоторые месяцы правительство буквально уже не может нормально функционировать. Потому что те решения, которые они принимают, они не только нелогичные, но они сами и не могут их рассказать у людей, что они хотели с этим достичь. И там очень многие примеры. Ну, например, то же самое, что эти последние, которые били, которые очень многие люди чувствовали на себя, это когда в магазинах надо было минус 15-20 градусов стоять на очереди. Но это не только это. Есть и другие. Есть и те решения, которые они примели, чтобы помочь малому бизнесу. В принципе, я думаю, на данный момент нет таких конкретных поддержек, которые бы помогли выжить этому маленькому бизнесу. Мы видим, как это очень легко закрывается. И никакой поддержки нет со стороны страны. Ну и, конечно, то, что политики очень много говорят. Говорят, например, о том, что сейчас школу откроем. Потом в последний момент говорят, что все-таки нет, не откроем. И, знаете, это когда они сидят там, не знаю, где они сидят, но когда они там, это просто так говорят. А второй стороне есть учители, есть родители ребёнками, есть школы, которые каждый такое слово очень серьёзно принимают. Они подготовят классы, чтобы всё это было, можно было работать в этих условиях. Это, не знаю, даже питание, покупают продукты, чтобы школьники могли их кушать, чтобы обед можно было организовать. И потом, в последний момент, в пятницу говорят, что у меня всё-таки всё отменим, в понедельник всё по-старому. Ну и в таких случаях хорошо было, что это один раз такое случилось. Но это всё-таки случилось два раза. Потом сейчас мы видим, что то же самое, что делало с учителями, то же самое делает с малым бизнесом. Один день говорят, что целую неделю говорят, что сейчас всё откроем. И потом говорят, что всё-таки не откроем. У каждого малого бизнеса, он же тоже слушает это, если министры про это говорят уже. Так что всё уже открывается, а потом всё-таки, меняя своё мнение, они же тоже готовятся. Они там покупают продукты, покупают работников, обратно в работу зовёт. А потом это всё откладывается. Конечно, это расходы, которые никто даже не думает, что есть такие расходы. Но, в моём мнении, это очень указывает о том, что на данный момент правительство рабочее неспособное. И есть ещё, если мы смотрим про те решения, которые принимают, чтобы что-то быстрее закрывать, тогда есть ещё другая сторона. Надо смотреть, как экономику поддержать. И в этом плане, я думаю, правительство совсем плохо работает. Там мы можем смотреть на цифры, которые всё ещё падают на транзитном бизнесе. Нам били предприниматели государственные, как Латвийский, Латвийский сделался, например, который бюджет каждый год принесли деньги, зарабоченные деньги, и можно было этих денег куда-то тратить. Но на данный момент правительство должно поддерживать железную дорогу. И это указывает то, что я всё-таки смотрю, что у нас в соседах, какие результаты. Но у соседей всё-таки в этих тоже самых обстоятельствах всё-таки работают лучше. И я думаю, много из этого именно работа министра транспорта. Но я думаю, то, что он в первых днях уже сказал, что транспорт у него не приоритет. Это сейчас получается в цифрах транзитного бизнеса. Он просто падает. Если министр транспорта – это не приоритет, тогда мы видим результат. И на данный момент эти все решения всё уже в долгосрочное время. Я вижу и в парламент, и в такие серьёзные вопросы. Есть просто… Ну, конечно, есть там такие… Ну, где все согласны, там 500 евро каждому ребёнку в семье. Это всё понятно. Но есть и более серьёзные решения. Ну, например, как в реальности бороться с этим кризисом. Мы видим, мы на данный момент уже скоро будем третья страна в Европе из второго конца в худшем уровне. Как бороться с этим, с этой пандемией. И я считаю, что это только из-за того, что наше правительство рабочее неспособное. И я думаю, как-то уже президент тоже всё-таки реагировал на такое письмо, когда он два дня назад уже тоже сказал пример, если министр не может работать и бороться с этим кризисом. Он должен его, как бы сказать, уволить. Но всё-таки есть… Всё-таки, на моё мнение, поменять одного министра ничего не изменяет. Мы смотрим, был у нас министр Винтиэла, сейчас у нас есть Павлют. Что изменилось? Я думаю, ничего не изменилось. Как вакцин не было, так и нет, да? Да. Всё идёт так же. Вот мы знаем, что правительство уже пыталось принять решение, к примеру, об открытии маленьких магазинчиков вот этих, которые до 300 квадратных метров. Потом вдруг внезапно, вчера был отложен этот вопрос на неопределённое время. С чем это связано? На ваш взгляд, какая-то растерянность? Или просто объективно пять партий в коалиции очень много не могут договориться? Ну, я думаю, это коалиция. Не то, что министры. Сам коллектив коалиции, эти пять партий, они настолько разные, настолько популистские, ну, популистские, как сказать. Да, популистские, да. Да, что они не могут так цельно-правленно работать. И в том и вся проблема. Можно менять министров, можно менять. Все хотят делать, как бы, работать так, на популистском уровне. А получается так, что вот, например, такие очень важные, очень важные, вот как, например, маленькие магазины, очень важные вопросы начинают орать, что сейчас все уже будет, все пойдет вперед. Ну, потом начинает разговор с экспертами и так далее. И начинает двигаться в вторую сторону. Но, в моем мнении, во время кризиса, если государство что-то сказал, она и должна это делать. Если она, говорят, и потом идет полностью в другую сторону, это только показывает, что она рабочая, неспособная. Они не понимают, что они сами делают. И все только все время пытаются идти какими-то популярными лозунгами. Но люди все-таки слушают, что они говорят. И как-то делают что-то после этого. Ну, как я уже говорил, эти маленькие магазины – очень хороший пример. И, ну, я думаю, что на данный момент это именно с того, что каждый в этом момент хотят выглядеть лучше, чем другие. И, ну, что-то говорят перед тем, как сами поняли, что делают. Ну, на мое мнение, вот если закрыли эти маленькие магазины, тогда есть очень такое важное… Ну, если ты что-то закрываешь, тогда сразу и думай, как поддерживать этот бизнес, чтобы они могли как-то видеть. А у нас делается по-другому. Закрывает, потом ждет, пока этот предприниматель уже почти закрылся. Потом начинает давать какие-то поддержанные инструменты, которые уже у него ничего не помогают. Может быть, вначале уже помогли. Но когда уже там долги начинают, там один после другого уже капаться, тогда уже, ну, получается ситуация, что те поддержки, которые слишком поздно даются, они тоже уже не работают. И в том и все, вся проблема. Да, вот на ваш взгляд, все-таки вот эти ограничения, они вообще работают, вот, которые были введены до сих пор. Мы знаем, что много было ограничений, в том числе были такие, ну, не очень логичные, когда там запрещали покупать отдельные товары, там, не знаю, там носки, в свое время даже батарейки. Ну, сейчас вроде разрешили, но это в основном касается вот этих, этот сетевой маркетинг. То есть они оказались, ну, в таком выигрыше, если так можно сказать. Вот они вообще, эти ограничения работают? Я считаю, что на данный момент ограничений, как бы сказать, трудно рассказать народу, как можно, если мы смотрим тогда на то, что у нас сегодняшний день в силе, тогда получается так, что самое опасное место на данный момент, это самое опасное место, где у человека находиться, это на горке, потому что на горке ты должен соблюдать 70 квадратных метров, потом уже более, более такая, ну, дрожь, это, ну... Безопасное, да. Да, более безопасное место, это уже будет в магазине, где ты должен соблюдать 25 метров, и самое безопасное место, где человек может находиться, это в общественном транспорте, где там полтора метра на человека получается. И я думаю, ну, трудно, ну, вы понимаете, это уже нелогично, полностью нелогично. И уже я вчера следил кабинет у министров, они уже сами обсуждают, что что-то все-таки нелогично, что-то, ну, как-то не работает то, что мы придумали. Но если у нас есть такая большая пандемия, так как можно влиять сама пандемия, пандемия, этот маленький магазин где-то в регионе на пандемию, где заходит там, не знаю, там 10-15 человек за день заходят в этом магазине, или даже в центре Риги есть маленькие магазины, где то же самое, там, ну, там в час два человека заходят. Ну, а все-таки на данный момент я считаю, что я уже обратился к премьеру и обратился к министру здравоохранения о том, что я считаю, что все-таки очень плохая вещь о том, что в этой пандемии все-таки мы можем чувствовать, что очень сильно работает лобби, лобби интересов. Но на данный момент кто выигрывает? Выигрывают иностранные сети, которые большие магазины, они на данный момент даже хорошо себя чувствуют в этой пандемии. Они, конечно, намного сильнее, чем эти маленькие магазины. Маленькие магазины просто после этой кризисы уже очень немногие будут, которые вообще сможет опять открыть эти двери. Но большие магазины, они станут все еще сильнее. У них есть эти порталы, все люди покупаются, доставка, все, они развиваются в этой системе. Маленькие, где, ну, трудно понять, как там эта пандемия может распределяться, они на данный момент закрыты, поддержки им практически нет. Ну, как-то непонятно. Но то же самое, что было с этими вакцинами. Мы уже тоже в парламенте этот вопрос рассуждали о том, что, ну, есть как-то странно, почему именно наша страна единственная, которая не купила так много этих вакцин. Ну, и, конечно, и депутатов было мнение о том, что, ну, есть очень большое, ну, есть такое мнение, что все-таки тут были две доставчики, две доставчики вакцин, которые, один был такой, который у министру нравился, а другой был такой, который не нравился. И решили одного не покупать. Ну, и вот мы сидим. В Литве, в Эстонии все идет вперед. Мы ждем, когда у нас привезет вакцины. И в этом первой доставке, когда можно было купить довольно много вакцины, чтобы можно было вакцинировать тех людей, для которых это очень важно, чтобы они получали эту вакцину, мы просто не получили. И я думаю, ну, это очень такая плохая вещь в этом правительстве. И что эти лобби, лобби интересов, которые все время показываются, и мы видим на принятые решения, что это все-таки так и есть. Но все согласятся о том, что большие сети на данный момент довольно хорошо работают. Ну, а маленькие просто гемирает. Я думаю, и другие экономисты это уже очень большими лозунгами уже подтвердили, что так оно и есть. Но как-то не так. Я думаю, это правительство, ну, как бы, кто-то работает на себя на данный момент. Но не для людей. Вот на ваш взгляд, ведь рано или поздно правительству придется какие-то решения принимать. Может, мы видим, что уже три месяца страна живет в таких ограничениях. Но власти даже были вынуждены все-таки с 1 марта разрешить, по крайней мере, парикмахерам, потому что три месяца нет возможности получить нормальные услуги парикмахеров, там, женщинам сделать маникюр. Это уже, наверное, перебор. На ваш взгляд, как долго это все может происходить? Ну, я думаю, большая проблема в том, что правительство со своей работой, со своими очень глупыми решениями, что там зимой носки нельзя покупать и так далее, они очень пропала доверенность государству на данный момент правительству. И все, что они решают, я думаю, дальше-дальше будет сложнее с этим бороться с тем, чтобы люди слушали этих ограничений. Еще, все еще на сегодня, на данный момент мы видим, что в общественном транспорте с утра и вечера люди идут, и он полностью полный. И, ну, это, я думаю, ну, трудно понять, почему вот такие вещи могут происходить. Не знаю, там, в магазинах на данный момент все еще эти ограничения, там, в магазин заходить нельзя, потом в фойе там стоит куча людей, и там же толпа намного, ну, где-то реально можно распродняться эта болезнь, и, я думаю, люди уже очень устали всех этих именно нелогичных, те, которые нелогичны, всякие ироги, ограничения, да, ограничения, они настолько много, что люди из-за этого устали, но мы тоже в фракции об этом говорили, и всеми, ну, я думаю, то, что надо будет единственное, что может это на наше мнение, потом я обращался к президенту, надо новых лиц, новых профессионалов, новую коалицию парламента, которая логично решала этот кризисный ситуаций, на данный момент у нас правительство, я думаю, такой последний вздох делает, когда уже начинает поднимать, как это называется, вертолет, и начинает разбрасывать деньги, это уже такой последний шаг, уже латвийский банк уже обращался к правительству и показывал, какие у нас на данный момент цифры, бюджет, я думаю, надо будет менять, я думаю, такой наш бюджет, который принял правительство в этом году, он такой не выдержит, ну и конечно, есть еще то, что на нас еще эрболток тоже уже махает руками, что поддержка будет нужна, и ну такие довольно серьезные вопросы еще впереди, и на мой мнение это на данный момент то, что правительство делает, это последний такой шанс, который не даст результат, это хорошо, что они начинают думать про людей, но это такое нужны долгострочные решения, долгосрочные я считаю, что это правительство долгострочные решения примет не может, из-за того, что они просто там очень многие популисты, и когда популисты решают кризис популистическими методами, тогда вот получается, что вот школы откроем, все-таки закроем, откроем, закроем, потом магазин откроем, все-таки закроем, и ну вот я считаю, что это не кризисное правительство, они не умеют кризисом работать, и я думаю, тут или надо этого правительства уволить, то, что я у президента говорил в своем письмо или уволить и ставить новый кабинет, или уволить весь парламент, весь парламент, и делать опять выборы, вот сейчас будет в июне будет выборы самоправления, делать и выборы парламента, и пусть люди голосуют за тех, которые не считают, что будут уметь справляться с этим кризисом, все понимают, что этот кризис не закончится в июне или в этом году, это уже ясно, и в таких условиях дать продолжать работу такому правительству, я считаю, что это неправильно. Да, еще, наверное, одна тема, которую вы, я так помню, уделили пристальное внимание, сейчас в всеми на завершающем этапе находится очень важный законопроект об аренде жилой площади, и вы тоже выступая с трибуны, если я не ошибаюсь, даже вчера сказали о том, что вот этот законопроект это такой плод, скажем так, лоббизма домовладельцев, почему, чем это вообще, на ваш взгляд, угрожает арендаторам, съемщикам жилья? Ну, понимаете, этот законопроект в 93-м году вообще принялся только, ну, я еще совсем где-то в первых классах только учился, но все-таки уже политикой приняли этот закон, который, он был только ценно-правлен на том, чтобы защитить тех людей, которые живут в аренду в квартире, чтобы их просто нельзя было выселить из квартиры, чтобы было какой-то, ну, в принципе, как защищать эти интересы. Ну, сейчас прошло какое-то время, у нас есть, было, и все началось, когда был кризис 2009 года, очень многие люди потеряли свои доходы, и, конечно, потеряли свои имущества, квартиры, дома и так далее. И, конечно, произошла такая ситуация, что убили люди, которые покупали квартиру, и потом сдавали его в аренду. И когда банк или кто-то перекупал уже из банка эту квартиру, они понимают, что они покупают квартиру, а там уже живут люди, например, там живут семья, у них есть договор про аренду. И, ну, если они хотят этого человека выбросить, закон их интересы защищал, и эти все вопросы решались в суду. И можно было пойти в суд и решать эти вопросы. На данный момент этот законополит, и тогда уже началось то, что как-то надо этот вопрос решить, чтобы можно было легче избавиться с этими арендаторами. Ну, и я все время, еще сегодня я считаю так, что тут надо найти такой надо найти такое решение, которое хорошо для обе стороны. и для домогладельца, и для арендатора, да. Да, конечно. Если есть ситуация, что, например, этот хозяин хочет освободиться с такого, кто не платит, там, ну, как бы, там, включил сам со своей, не знаю, ребенком, там, не знаю, в центре риги, там, арендует квартиру за 20 евро в месяц, ну, конечно, такие вопросы надо, как-то найти решение, ну, ну, и потом идет суд, по 10 лет, там, судиться, там, и все каждый месяц, там, за 200 квадратную квартиру в центре риги, там, получает 20 евро. Такие ситуации, конечно, это надо как-то решать, и были такие люди, которые пользовались этой ситуацией, ну, это не, ну, не много таких случаев, и, ну, и вот, есть все-таки семьи, где, ну, где есть этот договор, там, ну, и получается, вот, можно быть случай, что человек, не знаю, там, семья, и, там, именно сейчас во время кризиса, там, пропадает работа, там, и не может, там, 3-4-5 месяцев заплатить эту аренду, в этот законопроект, очень, он в сторону владеется, если владеец захочет освободиться с этого арендатора, он очень просто это сможет сделать, и мы помним, был у нас 90-е, там, 2010-м году, там, было такие случаи, когда, там, семьи выбрасывали из последнего дома, просто, ну, у них негде идти жить, их просто выбрасывали на улицу, и, ну, были такие скандалы. Я считаю, что этот законопроект, он настолько в сторону хозяев домов и хозяев квартир, что мы увидим после применения закона многие такие случаи, где семей выбрасывают из квартир, и он все-таки слишком, этот баланс слишком в сторону владельцев квартир. И, ну, например, один пример, если, ну, в чем я вчера парламент говорил, вот, есть сегодня можно там заключать долгосрочные договора про аренду, например, на 25 лет. И можно и покупать такие. Ну, например, вы находите квартиру, квартира в очень плохом состоянии, вы делаете договор, что вы эту квартиру, не знаю, вложите свои 10 тысяч евро в этой квартире, и потом включаете договор на 25 лет, и эту сумму, ну, там, если нормальная цена была там 300 евро, но из-за того, что вы там вложили свои 10 тысяч евро, вы там дальше платите 150 евро, и заключать такой договор на 25 лет. Такие договоры есть, и ко мне обращались, и хозяин таких договоров, и они говорят, вот, новый законопроект считает так, что если хозяин этого договора умирает, на данный момент можно оставить это, если хозяин договора умирает, он может оставить это своим детьми, и, ну, как тестамент это может пройти. Те, которые получают этот договор потом, они могут его переключить на те же самые условия, только максимум на 10 лет. И если договор все еще в силе 20 лет, это ничего не изменит, это на 10 лет, а то, что там семья свои вложения вкладывала, чтобы квартира была в таком состоянии, это уже никого не интересует. 10 лет все. И, ну, также мы будем говорить о том, какими методами и как быстро можно освободить эту квартиру. Это все-таки, на мое мнение, будет выгодно именно банковскому сектору, который вот когда они находятся в этой ситуации, что они должны освободить квартиру, у них этот, они будут те, которыми этот законопроект будет самый выгодный изо всех. И я думаю, что на данный момент законопроект, то, что все говорят, что сейчас начнут строиться дома на аренду, такое, я думаю, я тоже говорил с некоторыми людьми с этого бизнеса, они говорят, что на данный момент они готовы строить на продажу, но в этих временах все настолько неясно, что такие проекты на долгие деньги, это для них как бы невиганно, они все хотят деньги быстрее получить, но может быть я ошибаюсь, но то, что сразу видно банковскому сектору этот законопроект ну как подарок на Рождество, они если будет проблема с платежами, весели человека на улице, это будет очень-очень просто. Да, вот еще, наверное, такой весьма важный вопрос, который не могу вам не задать, это в свете решения в понедельник, понятно, что это еще только первая инстанция, будет продолжение, но понятно, что это решение надело много шума, я имею ввиду приговор Рижского окружного суда в отношении мэра Венспелса, многолетнего Эйвара Лемберга, в том числе решение арестовать его прямо в зале суда, было заявление Союза Зеленых Крестьян, но все-таки ваше отношение, вы вообще ожидали именно такого развития событий? Нет, ну, конечно, тут надо сказать две вещи, одна то, что суд решил, это то, что он может руководить Думу, он может пойти на виборы, ему как атлык, ну, у него нет больше никакие ограничения, он может делать все, что он хочет, половине, даже там было больше, чем половина его сказали, что невиновен, в какой-то части виновен, и, ну, то, что, ну, мне оказалось очень-очень странно, о том, что уже обратили внимание он сам и многие перед этим, что это, в принципе, единственный вариант, как ему, как не давать ему участвовать на выборе. И наша фракция, и партия Звездых Христиан, ну, именно эту часть считает, то, что у него ничего не изменилось, только то, что он может больше, у него нету больше ограничений в своей работе, в которой Думе. Это одно. Больше уже ничего не изменилось, как бы, в том числе, что уже перед судом уже было ясно, что одна и другая часть пойдет и будет пересудить это решение, уже это было ясно перед этим, и я думаю, если человек 12 лет уже в суде никуда не убежал в таком процессе, и вонный статус бы не изменился, если бы в любом решении он бы не изменился. А если у него сказали, что он невиновен, тогда бы прокурор шел бы на вторую инстанцию и все осталось так же, как и было. есть и на данный момент, насколько я понимаю, он сам пойдет на вторую инстанцию бороться со своим правом. Но если он 12 лет уже в таком уровне, тогда я думаю, мне как бы непонятно, но конечно, я должен посмотреть, что именно, на какие основания они так решили, но это довольно странно, что его все-таки сказали, что его должны задержать, должны задержать в зале судья. Ну, это очень чувствуется, такое политическое давление было на суд, и эти очень близкие выборы, выборы, которые на самом правлении, все знали, что он будет участвовать, но как бы питались просто его как бы снять с трассы. такое ощущение есть. конечно, будем смотреть, как это дело будет идти дальше, пусть суд работает, пусть адвокаты, прокуроры, пусть все работают, и это их не работа, бороться за правду, я думаю, в этом деле, кто прав, мы узнаем только, когда будет последняя инстанция примет свое решение. Да, может быть, такой последний вопрос, возвращаясь к тому, что вы сказали, вот такую очень важную фразу, что вот правительство вынуждено, ну, может быть, чтобы спасти какую-то свою репутацию, вот с вертолета, если так можно образно говоря, разбрасывать деньги, с одной стороны, с другой стороны, ведь слишком долго государство, ну, мягко говоря, не помогало тем категориям населения, которые оказались в условиях пандемии, в очень тяжелой ситуации, ну, вот мы знаем семьи с детьми, сейчас все-таки с опозданием, но принято это решение о 500 евро на каждого ребенка, на очереди пенсионера, я помню, что вы соответствующий законопроект тоже предлагали, но его не поддержали. Да, мы тоже, мы вчера, мы уже в прошлую неделю уже в начале написали, внесли парламент, вчера его рассуждали, это про продержку пенсионерам 200 евро, я думаю, это такая, ну, политики в коалиции, хотят сами это нести, но не поддержали наше предложение, но я думаю, мы дали довольно сильное давление на парламент, на правительство, чтобы все-таки это случилось, и после разговоров с федерацией пенсионеров у нас было ясно, что на данный момент пенсионеры, не то, что маленькие пенсии, но все еще самая главная проблема, которая на данный момент есть, это вислое запропы, здравоохранение, да, да, здравоохранение, на данный момент докторам попасть трудно или вообще невозможно, и если у сеньора такая проблема есть, тогда, ну, в какой-то момент он не должен покупать новые лекарства, дорогие лекарства, и такая поддержка более-более важная нужна нашей самоправлении, которой управляют зеленые крестьяны, уже сам уже в думах принимают такое решение, например, Дюрмала, только что Елгава тоже приняла такой закон поднимает эти поддержки, и это очень хороший вариант, как это делать, но то, что мы считаем, что эти поддержки нужны как можно быстрее, они нужны были уже вчера, а не сегодня, и это тоже все эти поддержки, которые даются сейчас, сегодня, они, ну, как бы, уже слишком поздны, если у человека уже долги, он уже в долгах, если бизнес уже закрывается, гостиницы закрывается, маленькие магазины закрываются, то, что им сегодня дает какую-то поддержку начинает давать, это уже слишком поздно, поддержку надо давать, когда ты принимаешь какой-то проект, который запрещает им работать, тогда уже надо быть второй стороне, уже должен стоять какое-то решение о том, что второй стороне поддержки, и получается, вот сейчас тоже, ну, пенсионеры, мы уже в прошлой неделе уже ввели парламент, вчера и наше предложение не поддерживали, мы и в дебатах это и говорили, что чем дальше этот срок идет, тем меньше эти 200 евро поможет у этого сеньора, у этого пенсионера, тем меньше эта поддержка даст пользу, и надо это делать как можно скорее, и я думаю, что это наше давление на парламент, не только на эти 200 евро, и на 500 евро тоже оппозиция дала очень сильное давление на правительство, чтобы это решение приняли, мы и вставили законопроект в парламент и также как и с этими поддержка пенсионеров, я думаю, это одни из очень хороших дел, которые все-таки удалось оппозиции достиг, чтобы правительство слушалось и начинало давать какие-то деньги, поддержки и такие, чтобы они дошли до людей, а то там 250 миллионов аэрболтиков, я думаю, никто из людей такую поддержку многомиллионную на себя не почувствовал. Эти поддержки такие, которые люди все-таки почувствуют на себя, и это, я думаю, очень большое достижение всей оппозиции, которая давала такое довольно серьезное давление на правительство, чтобы такие решения принялись. И все еще даем, и будем и дальше. Также на поддержку всякого бизнеса, это тоже, мы не только критизируем, мы даем свои решения, предложения, прошлые, в эту неделю и была поддержка ПВН на ноль тем предпринимателям, которые в гостиницах в бизнесе занимаются, и в следующей неделе будут другие предложения, которые мы переставим у парламента, чтобы поддержку тем, которой она сегодня очень нужна, чтобы она была. Спасибо большое, Виктор Валовин, с нас был на прямой связи, депутат СИИМа, от Союз Зеленых Крестьян, большое спасибо. Спасибо вам.